Купить нельзя, продать. Странное дело с продажей недвижимости в щите продолжается не первый месяц. Задумка была хорошая. Граждане могут продать муниципалитету свои квартиры для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как следует из объявлений на сайте, цена вполне рыночная – от полутора до двух с половиной миллионов рублей. В прошлом году таким образом новое жилье получили 9 семей. В этом году дело встало. Пять семей, желающих продать свои квартиры, так и не смогли завершить сделки. На кону вопрос расселения двух ветхих бараков на Ингодинской 28 и Бульварной 24А в Чите. Но жильцы могут не рассчитывать на скорое разрешение вопроса. Многие могут и век свой закончить в полуразрушенном доме, не дождавшись помощи от государства. С весны этого года у нас возникли определенные проблемы, потому что было представление прокуратуры, которое гласит, что согласно статисту 409 гражданского кодекса, в закупках на электронной площадке может участвовать только собственник, квартирой. Ни одной сделки в 2019 комитету градостроительной политики Читы завершить не удалось. По словам главы ведомства Дениса Ирушина, бюрократические препоны, воздвигнутые за вмешательство прокуратуры, оказались непреодолимыми. У прокуратуры другая версия. Здесь сообщают, что никакого запрета на участие в сделках риэлторов не было. Главное, чтобы все было законно, и бюджетные средства расходовались по назначению. Речь шла о том, что фактически на торгах выступало одно лицо, в дальнейшем договоры заключались с другим лицом. Потом речь еще шла также о необоснованном перечислении денежных средств из бюджета города Читынь напрямую в риэлторские агентства, а не собственникам, то есть гражданам. Соответственно, риэлторские агентства с этого имели определенную и очень даже большую выгоду. Мы связались по скайпу с иркутским риэлтором Оксаной Комоцкой, которая вела сделку Читинки, пытавшейся продать квартиру государству. Чтобы подготовить жилье к продаже, риэлтор вложила около 600 тысяч рублей собственных средств. Деньги понадобились на небольшой ремонт и обеспечение контракта. Однако сделка так и не была завершена. Тогда, когда заказчик нарушает документацию по аукциону, его нельзя признать состоявшимся, потому что аукцион считается недействительным, а деньги уже потрачены. И самое главное, что спроса с администрации никакого нет. Никто тебе не компенсирует данные затраты. Господин Ярушин сейчас трубки не берет, то есть общаться он не хочет. По словам Оксаны Комоцкой, справиться с заключением контракта с администрацией города самостоятельно собственнику чаще всего не под силу. Мы подготавливаем полностью за свой счет квартиры, полностью всю документацию, полностью ремонт. Берем обеспечение исполнения аукционов, обязательств по аукционам, подготовку заявки, подготовку самих документов к аукциону. И беря все риски на себя, денежные средства, тем не менее, приходят к собственнику. Сейчас комитет градостроительной политики Читы пытается через суд расторгнуть договор и дать сделке обратную силу. Что кажется странным, поскольку в этом случае проиграет и продавец, и риэлтор, и семья, которую должны переселить.